Привет, Никит. Привет, Вовка. Слушай, а ты для меня вообще как такой Дункан Маклауд среди путешественников. Расскажи, как долго ты путешествуешь уже? Ну, получается, начал я путешествовать 20 мая 2013 года и это получается уже сколько, шесть, седьмой год пошел. Седьмой год? Седьмой год. Ты в дороге, да. Я один раз только возвращался домой, где-то на месяц вот с мамой повидаться и все. Слушай, а какими способами ты путешествуешь? Так, ну, начинал я с велосипеда, где-то год на велике катался, потом надоело, потому что для некоторых это секрет, но однообразие некоторым людям надоедает. И я вот в их числе, и как бы после этого я путешествовал автостопом. Были короткие периоды, ну, где-то месяц-два я и мы с женой путешествовали, ну, на байдарках, на надувных лодках. Вот, то есть, ну, получается три вида путешествия. Велосипед, ну, байдарка, автостоп, ну, велоавтостоп и немножко-немножко поезда. Капец. Окей. Что тогда тебя заставляет путешествовать? Я не знаю. Ну, то есть, я не могу это прямо сказать, что вот именно это, потому что, мне кажется, я с этим родился, потому что я помню, как я ходил по городу, и когда меня родители брали куда-то, знаешь, пройтись в ту часть города, где я еще не был, для меня это было великое счастье. И я помню, меня прямо терзало, когда я был в садике, и такой, блин, я не был в той части города, я так хочу в нее попасть. Меня сколько родителей брали, а я все еще в той части города не был. И я однажды подбил, там, приятеля в детском саду, и мы с ним сбежали с садика, перебежали через дорогу, и давай на качелях кататься. Он такой, о, классно. Ну, и, типа, для него это было все. Типа, он совершил побег, а я такой, нет, мы сейчас пойдем туда, где я еще не был, понимаешь? И, ну, потом, когда я подрос, я начал куда-то за город, выходить на рыбалку, там, на охоту, просто за грибами. И вот путешествовал. Потом мне уже стало неинтересно путешествовать в районе своего города, захотелось выбираться куда-то подальше. А потом я понял, что уже, как бы, созрел для, ну, большого путешествия, и тогда я уже отправился в кругосветку. Мне было 26 лет. И ты до сих пор в кругосветке? Да. Вот, в 7 лет, ты качаешься туда-сюда. У тебя есть какая-то цель посетить все континенты, либо, может, какая-то еще другая цель с кругосветки? Нет, нет. Ну, никогда у меня не было цели посетить все континенты. Я просто шел, и все. Типа, когда, знаешь, когда я изведаю ту территорию, по которой я иду, я автоматически посещу, ну, другие континенты. То есть, но если я не изведаю ту территорию, где я могу пройти, то какой смысл мне на другие континенты? То есть, если мне хватит жизни изучить всю Евразию, всю, там, Америку, то я поеду в Африку. А если я, типа, путешествовал по Евразии и не был еще на Алтае, не был на Камчатке, не был там, ну, в каких-то азиатских странах, то, ну, какой смысл мне там ехать куда-то еще, понимаешь? То есть, ну, в мире столько всего, и какой смысл посетить все континенты? Мне интересно узнать мир. А мир же, он не только на всех континентах. То есть, ты больше по интуиции идешь? Да. Окей. А что ты находишь в путешествии вообще? В путешествии ты находишь то, чего ты не ожидал изначально вообще искать, потому что у тебя, типа, в сознании даже не было такого вопроса, знаешь. Оно, знаешь, как будто тебя ведет интуиция, и ты подсознательно знаешь, что ты найдешь ответы на свои вопросы, которых ты даже еще не задал. Вот. И ты реально находишь, это взрывает тебе мозг, это меняет сознание, ты меняешься. Ты смотришь потом на того человека, которым ты был, и ты такой, господи, господи, какой я был обезьяной, знаешь. Вот. И вот эти изменения, ну, сложно сказать, что я ими наслаждаюсь, оно просто, знаешь, типа, оно все на интуитивном уровне. То есть, нету какой-то четкой цели, чтобы я поставил себе и вычеркивал потихонечку. Такого нету. Просто все интуитивно. Ну, у тебя же, Сэля, иногда есть какое-то желание остановиться, отдохнуть хотя бы? Вы же не можете постоянно находиться как-то в дороге? Да, конечно. Это же утомляет по-своему. Да. Мы уже с Элькой, на самом деле, мне кажется, мы выдохлись еще, когда вот завершили первый свой путь, вот когда Индия, Азия, ну, после Индии мы уже выдохлись. После Индии мы уже не путешествовали, мы просто возвращались домой. И с тех пор, дело в том, что у нас как бы нету своего дома, ну, по факту мы как бы бомжи. Вот. И получается, из-за того, что у нас нету своего дома, мы сейчас путешествуем больше не из-за того, что мы хотим что-то поизведать. Дело в том, что нам просто некуда вернуться, и мы просто уже как белки в колесе крутимся, потому что колесо вращается. Хотя иногда, вот, допустим, в Америку мы когда летали в прошлом году, мы приехали туда, думали работать будем, но, блин, Америка, она такая интересная. И проснулся дух путешествий, и мы еще полгода путешествовали, и вот просто наслаждались страной, и это было реально путешествие. И я, я, как будто, знаешь, заново дышать начал какое-то время, я, ну, устал, мне все наскучило, а в Америке я такой, как классно путешествовать, я не могу остановиться. Вот так вот бывает. А ты помнишь те страхи, либо те вопросы, которые у тебя были вот в самом начале, перед путешествием, когда ты только отправлялся еще в Северодвинск? На самом деле уже плохо очень. Я помню, когда мы с Элькой познакомились, это спустя два года моего путешествия, я говорю, Эля, задавай мне вопросы, какие у тебя сейчас есть, потому что я бы хотел людям донести вот эту мысль, рассказать, побороть их страхи, но я не помню этих вопросов. Она такая, да, это настолько естественные вопросы, что я их не забуду. Спустя какое-то время она сама это забыла, и теперь, ну, нам реально, мы когда только встречаемся с какими-то путешественниками, которые собираются в дорогу, только тогда мы вспоминаем, точно такие страхи бывают. Я помню этот страх, я знаю, как с ним бороться, я его прожил, я его пережил. То есть, да, я, ну, честно говоря, сложно уже вспомнить эти страхи. Какие-то они в основном базовые, то есть, ну, я, ну, их много было, или немного, я не знаю. Ну, я могу сказать, знаешь, какие этапы у меня были эволюции во время путешествия. То есть, ну, для начала мне вообще было страшно, что я отправляюсь в путешествие кому-то говорить, да. То есть, я первое, я с Севердвинска поехал в Санкт-Петербург по грунтовкам. Это было полторы тысячи километров. Для меня это была абсолютно моя территория. То есть, для меня стрессом было выехать на асфальт, для меня стрессом было выйти в город. То есть, я помню, проехал уже там несколько сотен километров, втаскал велик на спине по болотам и приехал в Петрозаводск за запчастями. И я такой иду по городу и такой, так, не буду снимать отель, сэкономлю деньги, поставлю палатку за городом. Как найти это место, блин, я не знаю, я справился, не справился, справился, я чувствовал себя героем, понимаешь. Поставил палатку на окраине города, я чувствовал себя героем. Я вышел на новый левел. Я в Петрозаводск, в общем-то, и поехал автостопом, потому что велик сломался. Я вышел на новый левел, то есть, для меня это, ну, мне было страшно делать то, чего я не делал. А я в путешествии все не делал, ну, то есть, что было в моей жизни. У меня не было этих алгоритмов, как путешествовать. Не было никакой информации, я не мог подготовиться, и потому для меня было все новое. Я постоянно-постоянно эволюционировал. Я даже велосипед не успел, не умел чинить, когда отправлялся в путешествие. Я не знал, как детали называются. То есть, ну, для меня все было эволюцией. Так много всего было, потому что я так много всего не умел. И это все на собственных граблях, и, ну, страхов было, конечно, много. Но они потихонечку-потихонечку из обезьяны делали человека. Слушай, ты же общаешься с довольно большим количеством там, ну, начинающих путешественников. А какой самый распространенный вопрос? Откуда вы берете деньги? Откуда вы берете деньги? Качаем из вселенной, у нас есть насос специальный. Качаем деньги. Удобно. Не, ну, на самом деле, дело в том, что я зарабатывал деньги до путешествия. У меня была хорошая работа. Я накопил какое-то количество денег. На первый год у меня было 100 тысяч рублей. Потому, когда еще в 2013 год курс был 30 рублей за доллар. И я первые 70 тысяч рублей, ну, то есть 70 тысяч рублей я потратил за первые три месяца. И у меня, типа, остается еще 9 месяцев и 30 тысяч рублей. Я такой, типа, с таким же темпом я закончу путешествовать через месяц. Я такой, надо что-то менять. Я поменял сознание. Я такой, знаешь, диск не нужен. Это такая новая программа. И я вот на эти 30 тысяч прожил оставшийся год. Я научился экономить. Следующий год, откуда у меня деньги? У меня не было денег. Я стал путешествовать, жить еще экономнее. Я сейчас недавно смотрел бюджет свой, сколько я тратил. Я такой, где-то я чего-то не учел. На эти деньги невозможно было жить. Но я вспоминаю, я на второй год путешествия отправился в Турцию. Я ел булгур. Это самое дешевое, что можно было купить из крупы. И маргарин самое дешевое, что можно было добавить в эту крупу. И, как бы, это была гадость отменная. Но я путешествовал. Я наслаждался. Мне было пофиг на, типа, на еду. Меня часто выгощали. Вот. И, типа, булгур отлично. Было столько эмоций, что, ну, типа, что ешь, неважно. Как я относился к еде, как к энергии. Типа, закидываешь топку, живешь, наслаждаешься. Этого достаточно. Вот. И поэтому как-то было бюджетно. И вот после второго года я работал официантом 3 месяца. На первой зимовке после первого года я... Это я немножко нарушаю историю. Но я на свиноферме там свиней забивал. Но всего два дня работал. Там заработал 3 тысячи рублей. То есть, и получается, в конце второго года я вот официантом 3 месяца работал. Заработал там 45 тысяч рублей. Это позволило мне какое-то время еще попутешествовать. Когда я вот с Элей познакомился, мы женились. Мы доехали до Тольятти. И вот когда сели на велике, я потратил там оставшиеся какие-то деньги на запчасти. И все по нулям. Но у меня была карта в рукаве. Я 100 тысяч на карту, ой, на книжку положил. И мы эти деньги сняли. 100 тысяч рублей. И отправились по Азии путешествовать. И путешествовали на эти деньги целый год, получается. Но нам еще, правда, люди с Ютуба, ну, то есть наши подписчики там периодически деньги закидывали. И это нас прям очень выручило. Да. Вот. А потом, потом, получается, какие-то деньги были у Эли, которые она до путешествия заработала. Мы на них путешествовали. Тут была после Индии зимовка. Мы там книгу написали, продавали ее. Тоже кто-то нам что-то закидывал. Я помню, ты нам что-то подкинул. И вот последний раз, получается, полгода назад мы были в Америке. Я там работал, кров доил. Заработал кучу денег, накупил кучу техники. И вышел из рейтинга супер-бомжей на рейтинг обычных таких путешественников. Нет, мы все еще ночуем в палатке. Мы все еще еду готовим на костре. Но у нас уже не фотоаппарат, который вот глючит с фокусировкой. И ты там, мать твою, где эта фокусировка? Типа момент, момент теряю, а там объектив заклинило. Сейчас у нас уже нормальная техника. Меня это очень радует. А что будет дальше? Снаряжение пожарное. Да, снарягу обновили. Потому что у нас уже все рассыпалось. У меня был рюкзак, который просто я там, я несколько раз ее по лбу ударил очень сильно. Из-за того, что я затягиваю лямку, и она рвалась как бы. У меня там все лямки порвались, вот эти вот, как они, ну ленточки. Они настолько истлели, что постоянно рвались. Я беру рюкзак, порвался, порвался, порвался. Вот, сейчас купил новый рюкзак. И всю остальную снарягу тоже обновили уже. Выглянем не как последние бомжи, а чуть получше. Какие у вас планы на будущее? Из-за того, что мы уже устали путешествовать, хочется уже останавливаться. Просто хотя бы передохнуть. Ну, типа уже мы с Элькой пять лет уже путешествуем. И, ну, постоять с палаткой где-то на природе или побыть в гостях у друзей, это не тот отдых. Ты все равно в каком-то напряженном состоянии находишься. Хочется в своем доме, может полгодика посидеть, может больше, может уже детей завести. Я не знаю, не важно, но мы уже вот двигаемся в сторону дома. Ну, и сейчас мы в этом году летим в Америку по планам на два года. Будем надеяться, что меня туда пустят. Ну, и в течение двух лет не выпнут оттуда. Там будем путешествовать, может быть работать. И надеюсь, что заработаем на дом, вернемся куда-нибудь сюда, возможно в Украину, куда-нибудь, может, под Киев. И купим домик, заведем козу и будем потом с козой путешествовать. С козой путешествовать, да. Что бы ты посоветовал тем, кто только вот собирается в какое-то длительное путешествие? Какой-нибудь совет? Я уже не помню, что надо советовать молодым путешественникам. Так. Ну, то, что первый шаг сделать надо. На самом деле тут, да, тут такой вопрос. Как? Как преодолеть страх, наверное, чтобы сделать первый шаг? Это сложно. Это, ну, прям как, наверное, прыгнуть с бодиджампинга или с парашюта. Это очень страшно, но до того момента, как ты это сделал. Или как выйти на линг, допустим, подраться. Это страшно, но только ты выходишь, страхи пропадают, ты просто делаешь что-то. Вот. И здесь то же самое. Оно кажется очень-очень страшным. Даже мы иногда боимся. Мы с Элькой бывает. Посидим какое-то время на месте, там, несколько недель. И потом такие, а как мы дальше поедем? А как мы сделаем визу? Ой, будут проблемы. Только мы выезжаем и сразу такой релакс. Типа мы дома. Все хорошо. Поэтому вот надо понимать, что сделать первый шаг – это очень сложно. Но если ты его сделаешь, все будет потом очень легко, очень будет море эмоций. Это будет другая жизнь. Это того стоит. Это как прыжок с парашютом. Надо пересилить. Просто пересилить. Это эти страхи, которые в голове, они нереальны. Это накрученное, навязанное. Это инстинкт самосохранения. Но это не то, к чему нужно прислушиваться. Нужно просто взять себя в руки и вот выкинуть. Потому что вся подготовка, все вот эти изучения материалов, они только забивают голову какой-то информацией ненужной. И на самом деле у каждого Будда внутри, у каждого энциклопедия внутри, у каждого большой-большой потенциал внутри. И в путешествии оно все начинает работать. В городе ты чувствуешь себя вообще на самом деле никчемным человеком. Ничего не умеешь. И ты думаешь, как я в путешествии буду справляться. Я же такое бесформенное, без знаний, без всего. Я такое ничего не умею. Но у каждого человека есть здоровенный потенциал. И когда ты отправляешься в путешествие, этот потенциал раскрывается. Если ты его не будешь страхами своими блокировать, и ты прям становишься суперчеловеком, ты такой, я все могу. Я столько всего, оказывается, умею. И оно того стоит. Это же бояться секса. Знаешь, типа, а вдруг там что-то такое. Да ты бы опрыл бы и будет круто. Боишься, но делаешь. Да. Боишься, но делаешь. Вот самый правильный совет. Ну, лаконичность у тебя очень хорошо работает. Окей. Где вас можно найти в социальных сетях? Ну, на Ютубе, Way2Infinity, это последнее из того, что у нас еще дышит. В смысле? Ну, все остальные соцсети загнулись. Типа, есть Инстаграм, есть Фейсбук, Контакт. Тоже Way2Infinity или Way2Infinit. Ну, там мы уже ничего не пишем. Ютуб, наверное, имеет больше всего информации. Я понял. А вам советовали открыть страничку на Патреоне? Вы будете это делать? Я помню, кто-то нам советовал. Ну, и что, ты постоянно... А зачем? Зачем? Ну... А почему нет? Да дело в том, что если... Думаешь, если бы человек хотел нам помочь как-то финансово, он бы не нашел способов, кроме Патреона? Ну, это простой способ, который удобен для человека. В один клик ты... Вот скажи, кроме тебя, этим способом еще кто-то пользуется? Да. Да? Да. Хорошо, завтра сделаем Патреон. А, когда-то я это уже слышу. Да. Окей, спасибо тебе за интервью. Welcome to the travel. Welcome to the travel.